Там линьская вопроса параллельно с этим, параллельно с этими делами. На каком основании у нас, в моем подразделении, с легкостью выдавались в больших количествах разрешения на оружие людям с определенной, ну не совсем понятной репутацией. Не найдя никаких реальных ответов на эту ситуацию, я начал проводить определенные проверки. Параллельно расследованием тех уголовных производств, о которых я сказал выше. И вот сразу же, без, как говорят, объявления войны, не найдя никаких реальных поводов для критики, провокаторы опустились до грязных обвинений в адрес меня и членов моей семьи. От активистки, чьи, соответственно, члены семьи, фигурируют в одном из таких производств. В мою сторону посыпались обвинения в сепаратизме. Обвинения, которые базируются на фотографиях и видео моих родных, вырванных из временного контекста, сделаны во время парадов 9 мая в Севастополе, где мои дети и я почтили подвиг наших дедов, конкретно моего деда, который жив, дай Бог ему здоровья, которые во время Второй мировой войны защищали нашу Родину. Такие фото, как у меня, есть в любых альбомах граждан нашей страны. С какими ленточками стоят на этих фото, на мой взгляд, на тот момент времени было неважно. Хочу подчеркнуть, что факт к причастности определенных этих активистов к тем преступлениям, о которых идет речь, неоднократно сообщали местные СМИ. Когда еще в Виннице, я не работал. После этого инцидента, о котором я говорю, я не буду его специально называть, для того, чтобы вы меня не цитировали, для того, чтобы никто меня не обвинил в чем-то. Руководством МВД было назначено расследование. Была создана рабочая группа, а ее координатором назначили ту же самую активистку, которая участвовала в провокациях. Это вызывает определенные непонятно.